25 распространенных ошибок лиды генерации в B2B секторе. Часть 2. Как мы уже говорили в первой части, одна из грубейших ошибок B2B маркетолога предполагать, что его компания по генерации лидов приносит максимальный результат. Предлагаю вам ознакомиться со списком самых распространенных ошибок привлечения лидов в B2B секторе, на основе которого вы сможете оптимизировать свою стратегию лиды генерации. В первой части мы разобрали 14 распространенных ошибок дизайна, влияющих на конверсию. Сегодняшний выпуск видеоблога LPGenerator мы посвятим ошибкам офферов, страниц регистрации на вебинары и конференции и другим частым ошибкам, мешающим генерации лидов. Ошибки офферов. 15 ошибка. Непонятный оффер. Если оффер понятен маркетологу, это не значит, что он понятен таргет группе. Убедитесь, что заголовок максимально прозрачно и точно отображает суть и ценность вашего предложения и мотивирует аудиторию предоставить свои контактные данные. 16 ошибка. Оффер, нерелевантный потребностям целевых клиентов. Чтобы конвертировать посетителей в лиды, вы должны создавать ценный для них контент. Если не знаете, что интересно вашим потенциальным покупателям, спросите у текущих клиентов, наверняка их интересы совпадают. 17 ошибка. Мало предложений. Одного оффера недостаточно для долгосрочной кампании по сбору лидов. Один и тот же формат контента со временем перестает быть интересным целевой аудитории. Поэтому длительную эффективность лидогенерации обеспечивает лишь богатый арсенал разноформатных материалов и лендингов. Чем больше предложений для лидогенерации вы создадите, тем более конкурентно способен будет ваш товар. 18 ошибка. Неравенство спроса и предложения на оффере. Чем выше ценность предложения, тем больше информации в обмен на него можно запрашивать. Трезво оценивайте полезность вашего предложения. Мало кто заполнит форму из 10 полей ради незначительного бонуса. Ошибки страниц регистрации. В этом разделе мы рассмотрим ошибки посадочных страниц для регистрации на вебинары, семинары и конференции. 19 ошибка. Отсутствие информации, подтверждающей уровень спикера. Люди, регистрирующиеся на мероприятия, хотят знать, кого они будут слушать и на кого смотреть. Спикер должен завоевать их доверие, доказав, что он действительно эксперт в своей области. Преподносить себя как гуру, конечно, не стоит, однако рассказать о достижениях и опыте нужно обязательно. 20 ошибка. Отсутствие фотографий. Наличие фотографии увеличивает привлекательность спикера и страницы регистрации. Люди хотят видеть того, кому в будущем отдадут несколько часов своему времени. 21 ошибка. Отсутствие эффекта срочности. Убедите аудитории, что количество мест на вебинар ограничено, поэтому им стоит немедленно заполнить форму регистрации. Используйте таймер обратного отсчета. Говорите об ограниченности предложения и отображайте оставшееся количество мест. Если потенциальный лип покинет посадочную страницу, не зарегистрировавшись, скорее всего, он больше к вам не вернется. Другие распространенные ошибки. 22 ошибка. Отсутствие адаптивного дизайна или мобильной версии сайта. В очередной раз напоминаем о стремительном росте мобильного рынка и важности адаптивного дизайна. Помните, что любые неудобства становятся источниками конверсионного трения, а владельцы смартфонов и планшетов, которым приходится взаимодействовать с неадаптивными ресурсами, испытывают сильный дискомфорт. 23 ошибка. Отсутствие поп-ап-окон, отображаемых при уходе с ресурса. Несмотря на негативную репутацию всплывающих окон, поп-апы, отображаемые перед уходом пользователя, когда он начинает уводить курсор с веб-страницы, являются действенными инструментами удержания посетителей и могут снизить показатель отказа на 60%. 24 ошибка. Отсутствие сегментации базы. Многие маркетологи определяют все лиды в одну базу, что приводит к неэффективности маркетинговой стратегии. Лиды нужно сегментировать по офферу, который их конвертировал. Обязательно настроить автоматическую сегментацию подписчиков по релевантным группам в e-mail рассылках. Последняя. 25 ошибка лиды генерации. Отсутствие сплит-тестов. Эта ошибка заслуживает отдельного пункта, так как имеет отношение ко всем вышеперечисленным. Сплит-тестирование позволяет оптимизировать стратегию лиды генерации за счет определения эффективных и неэффективных подходов и элементов. Даже мельчайший недочет к дизайне или маркетинговой стратегии может стоить множество заявок, поэтому их непременно следует определять, устранять и исправлять. Хотите собирать максимальное количество данных и постепенно увеличивать результативность компании лид-генерации? Тестируйте, тестируйте, еще раз тестируйте. Генерация лидов требует от маркетологов оптимизации целевых страниц, создания качественных офферов и многого другого. Избегайте ошибок, о которых мы вам рассказали и оптимизируйте свои компании по генерации лидов. На этом пост видеоблога LP-генератор закончен. Я желаю вам высоких конверсий. Если вам понравилось, ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями и смотрите наши другие видеоматериалы. Всего вам хорошего!